Стихийные рынки – проблема, которая не страшна в актуальности. В областном центре, как правило, незаконный гандаль разгортывается для магазинов и городских рынков. Не пожают навык великие штрафы за гандаль в неустановленных местах. Так, распоряжением Могилевского облаканкама в Могилеве створены рейдовые группы по выявлению стихийных рынков. Гэты фотосдымок у социальной сети подзялю комментаторов на две группы. Одни обораны такими порушениями санитарных норм гандлю, другие – згодные куплять продукцию на стихийных рынках. Самородные места для гандлю уздолждорог тут займают сранку. На пытание чему не идут на установленные для гандлю места. Отказ, как правило, от нольковы. Здесь все стоят, я приехала, все стоят. Первый раз девушка, вот в руши созрели и все. Я предприниматель. А, вы предприниматель. А, вот это документы. Да, и я стою здесь. И я бы с удовольствием попросила госполком, чтобы они мне здесь предоставили место. Я за это буду платить ежемесячно. Штраф за гандлю в неустановленных местах складает от 5 до 50 базовых величин. А 8 места на рынку для сельгаз-вытворцев каштует от 68 копеек до 1,5 рубля за день. Аля гэта не допомагает выправить ситуацию. Гандляры стихийных рынков мяркують. Чем ближее не будут до покупника, на приклад, халя дороги, тем кучей смогут реализовать товар. Ты аж, кто гандлюет законно, конкуренции у стихийных рынках для себя не бачать. Мы платим за месяц абонемент 50 с хвостиком. Мне удобно здесь. У меня свои покупатели, они знают это место, знают меня, мою продукцию. Поэтому они целенаправленно идут на это место. На центральном рынке Могилёва для реализации сельгаз-продукции выделено некольки родов. А ли частка местов пустую? Пакет документов, он минимальный. Справочка о наличии приусадебного участка, флюорография. И у нас на рынке делается в лаборатории проверка на качество товара. Она бесплатная? Да, она бесплатная. Покупать продукты в неустановленных местах достаточно опасно, так как эти продукты являются негарантированного качества, они не проходят установленные экспертизы. Доветка необходна и на кукурузу. Как подтвердить то, что она выращена, минавито на присядебном наделе. У большинства гандляров на стихийных рынках такого документа нема. Сейчас идет период уборочной кампании, созревания урожая и кражи кукурузы, хищения кукурузы, если правильно сказать, идет тоже как стихийная. Ну, в основном воруют для себя, либо с целью перепродажи на стихийных рынках, в местах неустановленных, с дорог торгуют, возле магазинов, в городах. И хотя бы опыт на Раджая Пропанову, а ли стихийный гандль можно спынить про спильный контроль от поведных структур и разумение проблемы самими покупниками. Катерина Балукова, Николай Соболев, Новины, Регион.